Здравствуйте, уважаемые друзья, с вами профессор Игорь Панарин. У нас такой концептуальный ролик «Россия против НАТО». Выскажу осторожные профессорские гипотезы. Повторю, что это моя личная точка зрения, экспертная, профессорская. Ваша задача выслушать, согласиться или нет, она на соразмышлении. Итак, первый тезис. НАТО готовило военную агрессию против России. Когда началась эта подготовка? Ну, с моей точки зрения, около двух лет назад, после провала британно-польской гибридной агрессии против Беларуси. То есть, провала попытки цветной революции против Беларуси. Следующий этап. Вывод войск США из Афганистана. Это тоже подготовка к военной агрессии НАТО. Когда была намечена военная агрессия? Ну, с моей точки зрения, на 25 февраля 2022 года. И Россия превентивно на сутки раньше нанесла удары. Почему она это смогла сделать? Потому что у нас есть два вида разведки. Военная разведка и политическая разведка. Сработали блестящие ребята из главного разведного управления. Моя точка зрения. Ребята из главного разведуправления, которые вычислили заранее все эти вещи и дали абсолютно правильную реальную информацию российскому руководству, которое приняло правильное решение. Хотел обратить внимание на два момента. Помните, кто покинул последним из Афганистана, так сказать, американские солдаты? Это 82-я воздушно-десантная дивизия, которая наиболее боеспособна. Теперь эта дивизия в январе-феврале размещена на территории Польши в 50 километрах от границы с Украиной. Именно части этой дивизии должны были быть переброшены на уже уничтоженные аэродромы Западной Украины. Какие? Луцк, Ивано-Франковск и так далее. Вот это вот как раз цель была наших превентивных ударов по уничтожению военной инфраструктуры, военных аэродромов, на которые должны были приземляться самолеты НАТО. НАТО за последние полгода сконцентрировало в Прибалтике, Польше, Румынии и Болгарии большие численные контингенты. Но только на территорию Польши прибыло более 20 тысяч других войск НАТО. В Прибалтику около 15 тысяч и так далее. И вот в этом контексте я хотел бы обратить внимание на так называемых афганских переводчиков. Я напомню, что их всего около 100 было, а тысячи афганских переводчиков размещались в разных странах. На Украине было размещено около 4 тысяч. Это так называемая вот и есть интернациональная бригада, которую недавно подписал и создал Зеленский. Но если вчера Коношенков генерал привел цифры потерь в ССУ, ну 3 тысячи там почти убитыми, к ним смело можно причислить 2500 уничтоженных боевиков ИГИЛ, которые были перевезены на территорию Украины, размещались под Киевом и Харьковом. Около 2500, но это мои осторожные профессорские экспертные оценки. Подчеркиваю, если там ВСУ потерял около 3000 убитыми, то практически большинство боевиков ИГИЛ, переброшенных из Афганистана на территорию Украины, которые должны были идти во втором эшелоне агрессии, ну и под Харьковом была сконцентрирована 120-тысячная группировка ВСУ и НАТО для удара по территории России, Курской, Белгородской области и так далее. 80-тысячная группировка была сконцентрирована на белорусском направлении для удара по российской группировке и белорусской. Я напомню, уже Лукашенко, президент Белоруссии, об этом публично сказал, что планировался удар с территории Украины по российским войскам на территории Белоруссии. Это было публично сказано. Ну и далее. Наступление на Донбасс, которое началось вечером 23 февраля, имело по сути отвлекающий маневр для начала военной агрессии НАТО, отвлечения внимания. В этом контексте вы должны понять, что на территории Украины, которая превращена в плацдарм НАТО и напичкана НАТОвским оружием, Собственно, сейчас идёт не борьба против ВСУ, а идёт борьба против ВСУ как передового отряда НАТО и карательных батальонов гражданина Израиля Коломойского. Почему Беннет постоянно и звонит Путину? Большие потери среди карателей, и скорее всего, там присутствует большое количество граждан Израиля. Не случайно Беннет волнуется. Это можно объяснить, если гражданин, так сказать, Израиля формируют и финансируют карательные батальоны, они попали в котёл уже. В этом контексте тоже нужно оценивать ситуацию. Вот такая моя осторожная профессорская гипотеза. Вы можете соглашаться или нет, но превентивный удар, который был нанесён России, спас десятки тысяч жизней мирного населения Донбасса и наших воинов. То есть мы смогли, благодаря правильной информации Главного разведуправления, предотвратить военную агрессию блока НАТО. Хотел бы, чтобы вы посмотрели на эту ситуацию с моей точки зрения. Подчёркиваю, вы можете соглашаться или не соглашаться. Но поразмышляйте, подумайте, совместите факты. Хотел ещё похвалить наше блестящее действие Генштаба по переброске войск Восточного военного округа в Белоруссию. И второе, это учения в Сирии. Они же подтягивали три авианосные группировки НАТО к Босфору, чтобы бить оттуда крылатыми ракетами по российским войскам в Крыму. Но мы провели учения стратегических бомбардировщиков там, в Сирии. Помните, отогнали эти все авианосные группы. Большая часть из них кораблей НАТО ушла вообще из Средиземного моря, боясь наших, так сказать, самолётов с кинжалами и гиперзвуковыми ракетами. Поэтому вот такова ситуация идёт борьба за предотвращение военной агрессии НАТО против России и Беларуси. Наши воины действуют супергероически и суперпрофессионально. Хотел это рассказать. Спасибо!